Легендарный символ российско-болгарской дружбы. В третьей гимназии Самары прошла региональная олимпиада, посвященная истории русско-турецкой войны и самарского знамени. В ней приняли участие победители муниципальных этапов. Региональная олимпиада у нас проводится ежегодно, и мы понимаем, что это очень важная часть воспитательного процесса, патриотического процесса. В том числе сегодня здесь у нас победители творческих конкурсов, конкурсы рисунков, поделок. И в целом, если мы говорим про и олимпиаду, и участников конкурсов, это более 34 тысяч человек. Андрей Микров, участник региональной олимпиады по истории, рассказывает, сомнений не было. Период, связанный с русско-турецкой войной и освобождением братских народов, его профиль. В целом, все исторические вопросы я знал на отлично. Возникали вопросы только с фильмами, но, в принципе, там можно было гадаться. Так что олимпиады несложные, я считаю. Пока умники и умницы решали олимпиадные задания, за стеной проходила тематическая экскурсия. На ней школьникам рассказали историю Самарского знамени. Этот год будет особенным. Это будет год педагога и наставника. И сегодня мы подводим итоги года уходящему в рамках патриотического воспитания детей и молодежи. Я абсолютно уверена в том, что как наставники, так и педагоги, и дети обязаны знать про историю и своей страны, и родного края, и своей семьи. Самарская область – регион уникальный, у которого есть свое знамя. Полотно было подарено жителями города болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны. В дальнейшем оно стало символом вооруженных сил Болгарии. В работах победителей Международного культурно-просветительского конкурса «Самарское знамя» были отражены события, связанные с русско-турецкой войной и созданием знамени. Все участники творческого конкурса получили дипломы, а победители – призы. Александр Гусева, Николай Сидоров. События.